Мы продолжаем серию очерков о людях севера. Многие из них стали северянами не по месту рождения, но по месту раскрытия своего профессионального потенциала. Один из них – хирург Центральной городской больницы, начальник медицинской службы компании «Газпромдобыча Ямбург» Виктор Шен. О профессии хирурга, донорстве костного мозга и беззаботном северном детстве расскажет наш герой. Этот маршрут Виктору Шену хорошо знаком. 12 лет трудовой жизни прошло в стенах на Вуренгойской городской больнице. Дежурство и диагнозы, лечение и операции. После полутора тысяч хирургических вмешательств потерял им счет. Сегодня он возглавляет медицинскую службу «Газпромдобыча Ямбург», а еще продолжает трудиться в родном отделении. Зачем? Чтобы не терять квалификацию. Загружен, конечно, я не сильно, по причине того, что основное место работы, как вы уже сказали, это «Газпромдобыча Ямбург». Я продолжаю дежурить по оказанию экстренной хирургической помощи в городской больнице. Обычно это два-три раза в месяц, по пятницам, как правило. Осенью 2019 года руководство «Газпромдобыча Ямбург» совместно с медслужбой призвали коллег стать донорами костного мозга. Совместно с РУСФОНДОМ была организована процедура сдачи крови на типирование. В результате 140 человек включили в регистр потенциальных доноров. Виктор Шен в их числе. Я сдал. Супруга моя сдала. Я за, безусловно, двумя руками. Потому что проблема такая действительно есть. По статистике до 10 тысяч человек каждый год в Российской Федерации нуждаются в донорском материале. Люди, которым необходима пересадка костного мозга. В череде профессиональных компетенций нашего героя – хирургия, урология, ультразвуковая диагностика, а еще дополнительное образование по основам организации здравоохранения. В детстве он мечтал стать милиционером, космонавтом и военным. Но по совету близких поступил туда, где приносят клятву Гиппократа. У меня родители были ветеринарные врачи. Папа работал в оленеводстве, в звероводстве, в совхозах. Соответственно, это были поселки маленькие. Это был Ярсалинский район, Приуральский район в дальнейшем. Начинали мы с поселка Панаяц, потом жили в Белоярске. Практически всю жизнь я провел на Ямале. Виктор Шен родился в Омске в 1975 году, но уже через год превратился из сибиряка в северянина. Семья переехала на Ямал. Воспоминания о детстве в холодном краю – самые теплые. Друзей помню, природу помню. Постоянно какие-то приключения. Тогда дети, мне кажется, больше свободы имели. Когда наступал период летних или весенних каникул, с утра до вечера пропадали на улице. Иногда даже до ночи. Ночи были светлые. Ходили в тундру, играли во врагах. С собственными детьми Виктор Шен гуляет в других местах. Одно из которых – парк «Дружба». Семья у них большая – сын и три дочки. Медицинское образование нашего героя находит применение и там. К папе на прием можно заранее не записываться, да и вовсе без талона прийти. Нет, ну по мелочи, конечно, ты знаешь, чем там сбить ребенку температуру, посмотреть в животе, как это правильно сделать. Палец забинтовать, например, элементарно, пора правильно пластырь наклеить. Помогает, конечно, как и любая профессия. Сюжет подготовили представители следующих профессий. Корреспондент Виктор Курмачев, операторы Дмитрий Шолохов, Ашот Сарксян. Новый Уренгой. Специально для ЯТВ.